большинство людей уверены что постельные клопы гнездятся и проживает только в диванах и кроватях предположение логично так как кусаются паразиты только ночью когда их жертвы сладко спят расположившись в собственных постелях но считать что клопы живут только спальных местах в корне неверно несмотря на малый размер эти насекомые способны преодолевать значительные расстояния взрослому клопу не составит труда пробежать за одну минуту расстояние больше метра поэтому места обитания паразитов обнаруживается по всей квартире очень часто в компанию дезин сити звонят люди проживающие в зараженных квартирах и говорят что тщательно обследовали диваны и кровати но не смогли найти клопов хотя уверен что по ночам их кусают именно они наши рекомендации поискать гнезда в других местах воспринимаются с удивлением ведь по их мнению постельные клопы должны жить именно в постели вот из-за таких заблуждений самостоятельный обработка квартиры часто не приносит результатов люди не могут определить где прячутся постельные клопы и проводят неполную недостаточную обработку только диванов или только кроватей как результат все возвращается на круги своя спустя короткий промежуток времени дело в том что даже если удалось уничтожить тех клопов что живут в диване то те которые живут других местах помещения быстро размножаются и их потомки благополучно заселяют диван или кровать снова каждая самка за свою жизнь откладывает более 500 яиц а живет она не дольше года вот и считаем свыше 40 яиц в месяц а если таких клопов сотни просто таких цифр мурашки по коже бегут даже если вам кажется что клопы поселились только в диване и только в гостиной не лишним будет провести эксперимент который поможет точно определить так ли это попробуйте поспать на полу или в другой комнате кусать будут также сильно если да ответ очевиден искать клопов стоит не только в диване скопление клопов в доме никогда не бывают заметными за столетия своего существования мелкие кровопийцы научились хорошо прятаться это залог их выживания поэтому знаете если в диване обнаружить клопов не удалось то вы либо плохо искали либо изворотливые насекомые избрали местом жизни другое укрытие в комнате как показывает наша практика чаще всего причиной невидимости клопов является недостаточно тщательный осмотр дивана или кровати люди берегут свое имущество и проводят лишь визуальное обследование в хорошо видимых местах а когда приходит дезинсектор и откручивает подлокотники спинку снимает обивку обнаруживается целые гнезда клопов с нимфами разных возрастов и яйцами кроме того поселение комнатных клопов редко бывает локальным клопы быстро плодятся и мест в укромных уголках дивана или кровати им просто перестает хватать поэтому они селятся рядом со спальным местом человека и даже на значительном удалении от него лишь бы было уютно и незаметно случается что клопы даже приходят ночью от соседей а насытившись вдоволь снова возвращается в свой укромный уголок за стеной чаще всего такое происходит при плохой изоляции квартиры от соседних помещений обычно в ветхих домах со стенами в трещинах с неплотно прилегающими плинтусами при поиске гнезд постельных клопов нужно руководствоваться простым правилом чем укромнее и труднодоступнее место тем больше вероятности что именно там находятся клопы и от обратного поиски в легкодоступных местах скорее всего не увенчаются успехом так что если вы четко решили определить где прячутся клопы нацельтесь на проведение тщательно продуманной поисковой операции в кроватях и диванах клопы могут прятаться в щелях между досками в стыках элементов каркаса в швах обивки даже в орголите и потому спальные места рекомендуется разбирать иногда даже до последнего винтика к этому нужно быть готовым ведь при проведении качественной дезинфекции обрабатывать нужно отдельно каждую деталь профессиональные дезинфекторы практически всегда разбирают спальные места в поисках клопов чтобы вам проще было определить в каких местах живут клопы в квартире кроме диванов и кровати я перечислю их расставив по степени снижения вероятности заселения первое и одно из самых очевидных мест это полости под плинтусами и отклеившимися обоями если ремонт не свежий в первую очередь нужно проверить неплотные стыки клопы любят ютиться под ними чаще всего обои плинтуса заселяются вблизи спальных мест но с увеличением численности клопов территориях расселения расширяется прямо на всю квартиру кроме того благодаря сплющенному телу клопы легко протискиваются под половую доску паркет ламинат стоит лишь где-то появится щелям если в процессе работы мы обнаруживаем гнезда клопов подпольном пространстве то поднимаем весь остающий паркет и ламинат иначе проблему не решить чтобы вы могли наглядно удостовериться в этом рекомендую посмотреть видео об обработке двухкомнатной квартиры в балашихе расположены в старом насквозь зараженном клопами доме там клопы поселились под паркетом за плентусами за обоями внутри диванов и подлокотников на них часто клопы заселяют пространство за оставшими обоями под приподнятыми такими краями линолеума поэтому иногда для их уничтожения обои нужно отклеивать еще одно излюбленное клопами место внутренние узлы бытовой техники системные блоки компьютеров телевизоры ноутбуки принтеры и музыкальные центры особенно установленные в спальнях недалеко от кровати и диванов идеально подходят для гнездования клопов во-первых подобной бытовой техникой мы пользуемся поверхностно и крайне редко заглядываем внутрь а это значит что там безопасно во вторых там достаточно свободного места для таких вот маленьких насекомых как клопы и они могут чувствовать себя здесь уютно и свободно в третьих если техника находится недалеко от кровати путешествие к спящей жертве раз в несколько дней не будет в тягость поэтому такое место обитания с точки зрения клопа можно считать вполне удачным что же касается шкафов здесь клопы встречаются не так часто как в диванах за обоими и плинтусами обработка шкафов и вещей скорее мера профилактики чтобы уничтожить всех паразитов даже случайно забравшихся в шкаф и предвозвратить их бегство на необработанные территории кухня тоже может стать местом жизни клопов особенно если площадь квартиры небольшая это помещение соседствует с комнатой в которой спят люди кухонные столы техника стены полы и плинтуса также подлежат тщательной проверки и обработки щели под мебелью особенно тяжелой шкафами комодами холодильником также часто заселяются клопами я же не хочу напугать вас просто стараясь морально подготовить к тому что уничтожение клопов как и других синотропных насекомых это достаточно сложная задача если вы рассчитываете только по верхам опрыскать диван и забыть о клопах скорее всего вас ждет неудача действительно эффективная обработка требует серьезной подготовки осмотра помещения поиска гнездов клопов разборки дивана снятия плинтусов а затем и тщательной обработки всех этих мест озвучи и приятную новость клопы не живут внутри матрасов подушек и одеял если на них нет дыр насекомые не могут пролезть сквозь ткани поэтому скрывать постельные принадлежности не придется люди часто звонят к нам в компанию интересуется могут ли они самостоятельно потравить вредителей если появился только вот один клоп или укус и по их мнению нет смысла вызывать профессионального дезинфектора просят посоветовать действенные препараты мы никогда не отказываем в помощи но пытаемся объяснить что там где кусает один клоп скорее всего есть следы пребывания и его собратьев проверить легко взрослый клоп обычно питается раз в 5-10 дней и высасывает до 7 миллиграмм крови если укусы появляются чаще то он действует не один да и вообще клопы не живут поодиночке появился один клоп значит рядом гнездо как ищем гнезда клопов мы профессиональные дезинсекторы компании дезинсити для начала мы переворачиваем а иногда и полностью разбираем все диваны кровати и кресла в квартире снимаем подлокотники откручиваем боковины при необходимости даже снимаем обивку внимательно осматриваем другую мягкую мебель стулья с мягкими сиденьями кухонные уголки софу пуфы и тому подобное часто клопы заползают под обивку в тех местах где выпали скобы или имеются дырочки эти места проверяются с особым усердием далее необходимо исследовать швы матрасов затем осуществляется осмотр всех комнат квартиры отодвигаются от стен шкафы производится тщательное обследование обоев за ними при необходимости демонтируется плинтус снимается напольное покрытие детально осматриваются книжные шкафы клопы могут селиться в корешках старых книг изучается панно и картины и также после обнаружения максимального числа мест обитания клопов производится обработка жилья альстектицидом в нашей практике были случаи когда клопов вообще не удавалось найти в квартире но паразиты продолжали кусать людей а случалось это потому что шустрые кровопийцы каждую ночь совершали вылазки от соседей решений в случае такой ситуации может быть всего два первое это договориться с соседями о совместном выведении паразитов и провести дезинсекцию помещений в одно и то же время второе это максимально изолировать квартиру то есть сделать так чтобы у вредителей не было шансов проникнуть нее второй вариант не самый лучший но иногда единственно возможный у нас были клиенты у которых мы полностью уничтожали всех клопов в квартире но буквально через несколько недель паразиты забирались к ним снова от соседей вся эпопея повторялась снова были даже ситуации когда людям приходилось съезжать с квартиры если это было дешевле чем делать неполный ремонт в любом случае зачастую невозможно найти абсолютно все гнезда клопов в квартире поскольку некоторые из них могут находиться в штробах электропроводки в стенах за коробами то есть там куда вообще невозможно подобраться во всех таких ситуациях качественная обработка компенсирует такую ограниченность во вскрытии гнезд например при обработке помещения холодным туманом препарат может задуваться во все вот щели отверстия на глубину до нескольких метров а при обработке горячим туманом инсектицид сам проникает в такие укрытия клопов которые вскрыть не удалось и о наличии которых помещение люди даже не знают тем не менее наша практика показывает что для того чтобы клопов вывести навсегда нужно вскрыть максимальное количество их гнезд а затем максимально тщательно обработать помещение и холодным и горячим туманом при таком подходе нам удается 83 процента случаев полностью выводить клопов с первого раза обратившись в компанию дезинсити вы получите профессиональную помощь в уничтожении клопов и не останетесь данной проблемой один и и и и и и и